Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Краев Фир, в последней серии мы прошли по какому-то просто кошмарному лесу, на заднем плане кто-то страшно орёт, попали вслед за доктором никто, какой-то непонятный особняк, разрисованный непонятными супостатами, давайте осваиваться, мы прямо на входе, вот эта входная дверь, если кто не помнит. Закрыто с другой стороны. Там кто-то бегает, значит мы пойдём сюда. Так, тут у нас ничего, 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 у нас типа кухоньки какой-то, так кто там аррет, мать твоя за ногу, у человека похожий, там бумага туалетная кончилась в сам неподходящий момент. Ой, простите, это защитный рефлекс, просто защитный рефлекс, чтобы крыша не поехала от всего этого звездеца. Блин, я заметил, что при записи данной игры я задерживаю дыхание. Чего-то хрена пустых комнат. Так, отсюда я пришёл, значит в левом крыле ничего нет. Лифт, понятное дело, не работает. Открыть ворота, блокирующие... А, вот она что. Нужно электричество. Будем искать. Закрыто. Ладно. Замок снесён, не поддаётся. Хватит орать, мать твою, за ногу. Чё-то у меня такое чувство дежавю прям напомнило, как это всё сталкер. Я, конечно, опять говоря, о всякой фигне, лишь бы отмечусь от всего этого. Так, ну что, в этом крыле, похоже, тоже ничего нет, и столько тут ещё. Нет, и тут нет. Так, это со второй этажа крыльки. Пойдёмте вниз. Подвал. Что может быть лучше? Лучше, чем подвал. Нет ничего. Вроде тихо. Заперто. Так, ладно. Тихо, спокойно, аккуратно. Понятно. А, тут тупик. Ну ладно, давайте, значит, сюда пойдём. Всё ниже и ниже. Слушай, шикарно. Подожди. Подожди. Ага, понятно. Так, ну что. Ладно, опять наугад. Мне везёт на такую хрень. Это просто поразительно. То есть, не задумываюсь, прощёлкал. И всё, готово. Отлично. Так, понятно. Теперь у нас есть электричество. Следовательно. Следовательно, у нас проблемы опять. Ладно. Фонарик, блин, как мощно бьёт, да? Отличный фонарик. Подожди, у меня же нет огнестрела. Что ты мне сможешь сделать? Приказать меня палкой себя забить, что ли? Это чё за пакость больные люди? У него ножик в руках. Мамаша, следи за сыном. Офигеть. Пляха-муха. Это же какой капец. Мёртвая женщина, у которой нерождённый ребёнок ножом разрезает живот. И она таким образом летает. И пытается убить тебя. Это... Кем нужно быть, чтобы придумать это говно? Это же... Просто нет слов. Офигеть. Двери заперты. Боулинг. Так это, слушай, это какой-то не особняк, это натурально. Во, магазин для Глока. То есть, магазин, говорю. Обойма. Что там лежит? Пистолет, по-моему. Инвентарь по... Так, давайте-ка мы вот сюда, вот куда-нибудь в угол положим. Дожди. Так, фонарик, по-моему, всё-таки получше. Я думаю, здесь у него, конечно, батарейки не кончатся. В самый неподходящий момент. Ага. Это... Чё за пистолет вообще? Ругер. 45-го калибра. Мощное оружие. 8 патронов. К сожалению, патронов сейчас вообще ноль. Так. Батна. Вот там какие-то патроны, по-моему, лежат. Записка Пурнелла. Есть что-то странное в докторе Пурнелле. Доктор Пурнелл... А не может ли это быть... Этот самый доктор в противогазе, он, видимо, хотел сказать. Так, понятно, это шприц. Так. Ладно, пусть пока лежит. Реглер. Виза Хантин. Лид, от лид. Инструктор и жена. Не понимаю. Шведы это, конечно. Шведы это, да. Так, куски мыла. Наклоняться не надо. Старый прикол. В душе наклоняешься за мылом. Ха-ха-ха. Тихо. Ну, падай ты, мать-то, твою за ногу. Патроны Глоку. Так, больше ничего взять не могу. Ну, к сожалению. Короче говоря, у нас здесь есть аптечка. И здесь у нас светильник. Так, где твой пистолет, братин? А вот и он. Так. Конечно же, без фонарика. Это предсказуемо. Пусть пока тут лежит. Да, бляха. Да, бляха. Так, давайте-ка. Так, давайте-ка посмотрим на твою дивизию. Тут нам и пригодится как раз-таки этот шприц. Так. Спокойно, Сэмин. Не плачь. Что-то капитальным образом меня раскоцали, эти твари. Что поделаешь. Что поделаешь. Что я вообще тут делаю? Баскетбольная площадка. Во! Блин, столько всего. Столько, мать его, всего. Давайте-ка я, знаете, как сделаю? Я сейчас займусь перетаскиванием вещей к сейв-точке. Сначала мы обезопасим путь. Тут больше, похоже, ничего хорошего нет. Расчистим путь, если там кто-то есть. А потом мы принесем туда химический светильник. Потом выкинем там пистолет. Выкинем эту дубинку. Принесем туда пинтовку. И принесем шприц. Тихо. Кто где плачет? Тихо. Твою мать! Как не вовремя! Так, ладно, сейв. Ментал хоспитал, это то есть психушка. Я в психушке, отлично. Короче говоря, сюда мы пока выкидываем вот этот пистолет. Теперь возвращаемся назад. Подбираем тут химический фонарь, этот светильник. И полено. Так, полено. И химический фонарь. Надеюсь, без приключений доберемся. Просто хочу все это хранить в одном месте. Это, по-моему, будет разумным решением. В данной ситуации. Так, вот у тебя в уголок сюда. Так. И так. Хорошо. Теперь принесем... Подожди. В принципе, у нас сейчас поместится ружье и шприц. Мы их сюда принесем, а потом вернемся за блоком. Я думаю, так будет нормально. Так, блок у нас здесь, по-моему, да? Да, вон лежит. Пусть себе пока лежит. Так, хорошо. Дробовик, это всегда хорошо. Девять патронов. Вообще прекрасно. Течка. Бежим это все. Относим. Не, ну, офигеть, да? Согласитесь, как все проработано. Это, блин, для движка 15-летней давности, повторюсь. Освещение. Насколько круто реализовано. Меня спрашивали, в этой игре, типа чего, динамическое освещение? Нет, в этой игре нет динамического освещения. То есть оно полностью статичное, но сделано настолько круто, что не отличишь, да, смотри. Вообще, ну, офигеть просто. Так. Пусть пока лежит. Пусть пока лежит. Вот такой у меня тут небольшой склад запас будет. Хорошо. Надеюсь, это все не исчезнет теперь, а то я себе точно, блин, начну рвать волосы на груди. Так, хорошо. Осталось забрать свой пистолетик. С пистолетиком спокойнее, это я вам точно говорю. Так, и теперь, что мне делать-то в итоге? У нас лестница на второй этаж открылась. Возможно, нам туда... Давайте еще раз сохранимся, чтобы, если нас убьют, то по-новому не бегать. По идее, можно взять шприц. Ну ладно, пусть пока тут лежит. Все равно близко все вроде как, да? Блин, еще бы эти звуки не отвлекали. То есть, дождь... Стучащий по крыше. Патронов Глоку дают в достатке. Это радует. Иди сюда, поговорим. Я хочу поговорить. Какого хера тебе нужно? Ты шизой. Ближе, подойди. Я достаточно близко. Ближе, подойди. Я не могу. Здесь ворота на пути. Именно поэтому я хочу, чтобы ты ближе подошел. Я помогу тебе открыть их. Как? Мне нужна пушка. У тебя есть пушка. У тебя есть пушка. Подземки. Человек, которого ты застрелил. Помнишь? Я хочу новую пушку. Пуша, просто открой ворота, а? Я устал от этого. Нет, новая пушка. Где боулинг? Принеси мне. Если я принесу... Ты откроешь для меня ворота? Ага. Лучше у меня прямо здесь. Пошел и принес. Хорошо. Так, пушка, где боулинг был, это... То есть тут 45-го калибра? Ну ладно. Она у меня лежит на моем складе. Лапак! Так, хорошо, ладно. Давайте потихоньку следовать, что ли. Так, ладно. В правом крыле ничего нет. Шприц. Замок сломан. Не поддается. Может, надо было сначала пушку им принести? Став, это у нас обслуживающий персонал. Дверь закрыта. Так, хорошо. На этом этаже, значит, тоже покажется все спокойно. Пойдемте, принесем ему патрончики. Еще третий этаж есть. Сохранимся. Ладно. Все, спускаемся, короче. Ой, блядь! Как я рад, что я такой осторожный, а? Я бы сейчас, если бы вылупился туда просто. Ну то есть, кто тут может быть? Я же всех зачистил, верно? Я бы так напугался. Я и так напугался, честно говоря. Но это был бы просто край. Ух, так, ладно. А что там по времени-то? Пойдемте, сходим, отдадим ему пистолет. Так, уже целый год два шприца. Отлично. Блин, мне самому этот пистолет нравится. Отдашь ли ты ему оружие? Можно не давать. Ну, держи, ладно. Держи. Патронов нет. И теперь ключ дай. Спасибо, Сайя. Я рад, что доверяешь мне. В ответ к тебе. Держи. Ура. Ты долбаный ублюдок, я убью тебя. Офигеть. Инвентарь полом. Какой нафиг полом? А, все понятно. Подожди. Ты открыл ворота. Доктор закрыл дверь. Найдите телефонный номер. Найдите телефонный номер, который вы набираете, не существует. Что за телескоп? Видимо, мне его где-то тут увидеть надо, что ли? Так, понятно, ладно, что это за ключ? Ключ от комнаты обслуживающего персонала. Теперь я знаю, куда мне идти. С этим телескопом, видимо, что-то мы еще в будущем сделаем. Так, ну что, давайте мы спустимся, сохранимся. И потом, в следующей серии... Ой, блядь, блядь! Скотина. А что мне со здоровьем-то? Это из-за того, что доктор меня выстрелил, что ли? Уф, напугал. Уф, ладно. Так, ну что, давайте на этом прекратим эту серию. На сегодня переживания, я думаю, с меня хватит. Да и с вас тоже. Вам-то, конечно, все время мало, но поберегите мои нервы, пожалуйста. Так что увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.